Россия вынуждена принять меры для защиты от рисков, которые возникнут из-за вступления в силу экономической части соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Так в нашем медиа прокомментировали безрезультатное окончание консультации между Москвой, Киевом и Брюсселем. На Смоленской площади отметили, ни Украина, ни Евросоюз не собирались договариваться с Россией и отказывались зафиксировать итоги в юридически обязывающей форме. Москва волновалась, что с 1 января нашу страну мог хлынуть неконтролируемый поток товаров из ЕС. Это бы ударило по нашим производителям, которые по некоторым оценкам могли потерять 3,5 миллиарда долларов. Ранее, напомню, Владимир Путин подписал указ о временной переостановке действия соглашения о зоне свободной торговли с Украиной. Аналогичный законопроект был внесен в Госдуму. Его только что закончили обсуждать депутаты. Также парламентарии сегодня рассматривают вопрос о продлении амнистии капиталов еще на полгода до конца июня 2016-го. О необходимости увеличить сроки в послании к Федеральному собранию заявил президент. Он подчеркнул, что предложенная в прошлом году процедура оказалась сложной, а гарантии недостаточными. Именно поэтому бизнес не стал массово пользоваться этой возможностью. Голосование по всем документам назначено на 5 вечера.